Ну, потому что летом мы играли больше в футбол. Я баскетбол не так, там баскетбол когда играешь колени разбиваешь, а это как-то не так. А у нас было поле, пусть изгаривает. Ну и мы каждый вечер, там даже не вечер, а с утра до вечера, там родители домой говорят, когда пойдешь. Я говорю, не, до 11 играл футбол, а начинал я у Клима Ульти Николаевича, потом что-то где-то в лет, ну не помню сейчас, я просто там так говорил на чемпионате, здесь так, потому что я не помню. Вот мне это лет 16-15, я попал в Уфу 99-го года, помню это точно то, что я через месяц я попал в дубль, и потом Уфа, Гончаренко, Семак, Тамаров, что тут еще было. Ну и все, потихоньку, вот так, так футбол играть начал. Ну, волейбол у меня то, что у меня семья волейболистов, вся мама, папа, бабушка, дедушка, все волейболисты, и как бы надо было волейбол. Я даже помню, когда дедушка с бабушкой судили игру, они как судьями были, дедушка судья, а бабушка в этот протокол вела. Ну, типа, забил гол, там, галочку ставишь, и так до 25. И я вот приходил, там, команду какие-нибудь играли, ну, большинство там университет, заводы, вот эти мужики, которые приходили так поиграть. И я, получается, приходил, и там, когда перерыв, тайм-аут, что-то такое, я там брал мяч, выбегал, тыквы играл, там, что-то сам собой подавал, бежал, там, дедушка тоже выходил, когда он обучает себя между играми, там где-то минут 5-10 было в свободное время, то, что можно было на площадке делать. И мы с ним, там, он не подавал, я там что-нибудь делал, и вот так я, наверное, в волейбол играл. Но выбирайте футбол или волейбол, для меня волейбол скучный вид спорта. Ну, потому что ты играешь, там, принял, отдал, ударил, гол, все. А тут ты как бы бегаешь, конкуренция, борьба. Да, есть конкуренция в волейболе, но там больше зависит от роста. Больше рост, будет тебе легче играть. Ну, и прыгаешь ты, если хорошо, тебе легче. А в футболе, как бы, больше людей в футболе любят, как бы, футбольная страна, можно так сказать, футбольная, хоккейная страна. У меня тренер сказал, попробуй вратарем. Я говорю, ну, давайте. Потом поиграл, поиграл, и что-то скучно стало. Я говорю, не, не мое это. Все, потом играл полузащитником опорным, нападающим, кажется, играл, там, два-три матча, понял, не мое это. Ну, как мое, может быть, ну, потому что там бегать надо больше, наверное, а я такой невыносливый. А потом он говорит, давай играй в защите, и все, я как бы в защите начал играть. Ну да, это был турнир Кока-Кола. В Уфе проходил, получается, там команда, которая выигравшая этот турнир, и лучший игрок турнира, по мнению тренера команды. И отправляется на матч России и Германии, год не помню. Я помню, 10 октября или ноября было. И вот выводишь игрока, который тебе дадут. Ну, мы выиграли турнир в финале, по пенальти, и тренер выбрал меня, как лучшего вратаря, наверное. Все, уехал, вывел Мисут Азила и приехал в Вавратре. Ну, там, я помню, был Симак, ну, нет, Симака не было, вру. Был Акинфеев точно, был Игнашевич. Березуцких, я не помню, был, не был. Ну, кажется, был. Ну, я помню Игоря, да, когда он вот так выходил, я думаю, Игорь Акинфеев, а потом, помню, когда выходил, команда Германии выходила, там Балок был. Балок, Адлер, Ботенк, Азил. Я помню даже, когда вот так подходили, и получается, я был высокий, мне надо было игрока, который выше. И, я смотрю, Балок проходит, Адлер и Ботенк. Я думаю, ничего себе, я думаю, что это за гигант какой-то. А потом мне Суто Азилов подходит, и что-то я встал, и все, говорят, типа, нормально, так посмотрели, говорят, да, нормально пойдет, будешь его выводить. Ну, и все, я вывел. Кумир, я бы как бы не сказал, но есть по позиции или не по позиции? Ну, в целом Криштиану Роналду был, потому что это человек-катлет, я считаю, который сам себя создал, можно так сказать, как в игре создаешь героя, или, там, футболист, то же самое, в FIFA, когда играешь. Ну, он сам себя создал, он работает, пашет, ну, атлет, чистый атлет. Говорят, Месси или Роналду, для меня как бы это, ну, Роналду где-то, где-то Месси. У Месси он дриблинг, передачи, и Роналду там тоже дриблинг, удар, голы, завершает. Типа, это спорно, я считаю. Один просто как будто с другой планеты, как говорят, и Месси, это так и есть, мне кажется. Ну, потому что человек вообще, что он творит, когда он штрафные бьет, когда вообще в последнее время вообще, ну, а Роналду – это атлет, чисто это. Да, я раньше выбирал, потому что, как бы, я за Роналду, типа, кумир и все, значит, Роналду был лучший. Сейчас как-то ты понимаешь, смотришь со стороны, типа, ну, два разных человека. А вот как золотой мяч сдавать, можно два. Одному с другой планеты привезти, а другому здесь сдавать. Ну, потом я сначала не верил, потом сказали, говорят, тебе это не надо знать. Я говорю, ну, есть, скажите, да, нет. Он говорит, да. Я говорю, ну, все. А, мне-то что, моя задача – футблогать. Остальное мне… Даже сейчас, если кто-нибудь там скажет, я скажу, ну, ладно, есть агент, есть клуб, которому я принадлежу, они мне всегда скажут, кто, как, что, хочешь ли ты, не хочешь, а там уже мне выбирать, хочу ли я или не хочу. А то, что вот когда вот этот «Арсенал», вот это там недавно, ну, недавно, где-то год, Монако какой-то, что-то говорили мне. Для меня это вообще спокойно. Моя задача – играть, и все. А там уже мне скажут, когда, что, как. Больше чего, наверное, мне помог, особенно, это Ваня Абряков. Это, ну, когда я пришел, мы были с ним в Уфе, так, ну, мы не очень общались, так, чтобы прям, как друг с другом, там, брат с братом, типа такого. А вот, когда я пришел в ЦСКА, он мне прямо в Инстаграм написал, говорит, ты иди, привет, что, все, переходишь? Я говорю, да, вот, приезжай. Он говорит, ну, все, давай, приезжай ко мне в комнату. Я говорю, а, ну, хорошо. Все, я приехал, получается, в Испанию, и Ваня меня встретил, и мы с ним проговорили, что, как. Я говорю, что, вообще, куда, что, как. Он говорит, девей, не переживай, я тебе все сейчас покажу. Ну, и все, и начал со всеми меня, там, знакомить, вот так-то, так-то. Ну, наверное, легко было с теми, с молодыми, вот, с Чалом, скучаем, там, стики, я и уже знаком был, ну, вот, с Кенфеевым, да, там, ну, так, ну, все равно это человек, который, ну, не, там, как-то, помню, что за молодой пришел, кто это такой. Он так, да, привет, приветствую в команде, вот, располагайся, такой добрый человек, может, он для вас такой, в жизни он очень и подсказывает, да, шутит, но это шутки у всех есть. Такое, я говорю, человек юмор, ну, как старшие, они старшие все же, такие юмористы, вот, даже у себя Вася Березуцкий тоже, юмор, юмор. Ну, главное, смеяться, и, там, ну, когда на тобой, если подшучиваю, ты же, я никогда не обижаюсь, типа, ну, сказали, я, наоборот, посмеюсь, там, даже еще когда-нибудь, там, через денек вспомню, там, кто я, там, такой-то, там, ха-ха-ха-ха, и все. Ну, типа, надо в позитиве, а то, если обижаться, мне кажется, так, друзья никогда не будет, и, типа, ты, нервов не хватит на всю жизнь, интернет. Вот так, я говорю, по всей команде, типа, я адаптируюсь вообще спокойно. Да, Ваня помогает мне, помог мне, благодарен ему. Ну, даже в Уфе, ну, в Уфе легко, там, и я помню, когда я пришел, Гончаренко говорит, ну, вот, призываю, как он сказал, сейчас, я пришел, и он говорит, вот, знакомьтесь, это наш малыш или малой, он сказал, я вот не помню, малой, наверное. И все такие, ха-ха-ха-ха, я такой первый день думаю, ё-моё, что мне делать-то, блин. Ну, я тоже посмеялся, и все, и потихоньку-потихоньку общаться начал со всеми, и все. Я, ну, конечно, хочется как можно быстрее, но трапезы тоже не нужно. Если человек созрел, то его можно вызвать, а только, если меня вызовут, а я, ну, вообще просто в ноль. Мне страшно, трясусь, там, не знаю, переживаю, как я сейчас буду здесь играть, типа, лучше тогда не вызывать. Я считаю, когда человек готов, то его можно вызвать. Вот так, потихоньку. Ну, с Молдавией ты не тряс? Не, вообще, мне сказали, вот, когда была установка, там, Дивеев, Джеки, я, ну, все, значит, играю, начал уже готовиться. Я и до этого готовился, потому что понимал, что, может быть, я выйду, там, или на замену, или в старте. Ну, а тут я оказался в старте, и готов. То же самое, вот сейчас в Турции игра была, тоже готовился, может, выйду, может, там, не выйду, ну, ничего. Должны все готовиться, я считаю. Любая игра, когда ты там играешь, не играешь, не заявки, ты в заявке, ну... Зенитом, Фа-Зенит 0-2. Вот это самое было. Ну, это дебют мой, дебют в РПЛ был. Ну, это самый прям, вообще, я должен был выходить, как я помню, с ЦСКА с Краснодаром до Зенита. Ну, по каким-то ситуациям я не вышел. А вот с Зенитом мне прям говорят, за четыре часа до игры Диви, ты играешь. И все, и у меня начало колбасить-то прям. Ну, я просто понимал, кто там играет. Тут же Юра Жирков, там, Смольников, Дзюба, там был Паррэдос тогда еще, Дриуси, я вообще просто, я думал, че, куда я, как в Уфа. Тут даже никого не видел-то вообще, Дзюба приехал. Ну, со временем это как проходит. Потом Ахмат, потом Нижний Новгород, а потом вот ССКА и все, и там уже привыкаешь. Ну, это мне и с Уфы, и когда я был маленький, там, защитники все должны разговаривать. Да, у меня это не очень хорошо получается, я могу прям признаться в этом, потому что, когда ты устаешься, быстрее бы, блин, игра закончилась, нафиг там, если там быстрее бы, там, перерыв, что-нибудь такое, там, пауза, не знаю, мяч выбитие, что-нибудь такое, а вот со временем понимаешь то, что и вот мне Вася Березуцкий, Игорь Акинфеев говорит, да и Виктор Михайлович, Михаил Михайлович, все говорят, типа, надо говорить, ты центральный защитник, типа, ты можешь подсказать, ты всех видишь, кто куда, кто пошел в туалет сходил, какой там сектор 513 зашел, игрок, там, болельщик, и ты это понимаешь. И подсказываешь, кто куда, что как, поэтому, типа, да, не всегда получается, там, бывает, первые 20 минут и говоришь, потом чуть позадыхаешься, там, пять минут отдыхаешь, потом опять говоришь, но это надо, потому что моя позиция, я должен подсказывать. В отборе, наверное, один в один с игроками, у которых хорошая скорость и техника, потому что, если посмотреть игры с Ахматом, Беришей, это самый противный игрок, с которым я играл, не в обеду Бериша, но это вообще прям, а он бежит же вообще, и побежал, и ты бежишь за ним, как это, как, иди сюда, ну, тяжеловато с такими играть, даже если на тренировку, вот тут тоже, влашить, ну, это вообще, типа, надо в этом прибавлять, я считаю, точно в этом, ну, и не буду там говорить какие-то еще мелочи, но много во в чем надо прибавлять, потому что это, нет, я не, там, не такой хорошей игру, чтобы, там, говорил, я вообще ничего не нужно, с каждым игроком что-то надо. Ну, я не нарычун, я спокойный человек, я могу лучше поговорить, чем это, вот кулаками морду разбивать, не любитель этой, любитель смотреть, наблюдать, а так, нет. Да, я это прям вообще, я вот сейчас, Хабиб дрался, как с Парье, или кто-то, Гэджи, не знаю, я прям, ну, не нравится это, когда вот это, там, туф-туф-туф, Месси, вот это, вот особенно этот бой был Фергюсон с, как он, Петис-Петис, там же вообще кровяк, там просто весь ринг в этом, в крови, октагон этот, вот это мне нравится, смотреть нравится, но вот самому, типа, это не любитель. А, про вот этот, только не вставьте, я знаю, все вставят сейчас, да, я просто, у нас угловой был, получается, мы три подряд, что ли, подавали, два, а, два подряд подавали, и на третий, я думаю, надо попробовать на ближнюю, и Влаши там стоит, и он, кажется, на меня смотрит, и я такой, Влаши на ближнюю, подай мне, я там, в итоге подал, ударил, в штангу попал, ну, а все подумали, то, что там какой-то у меня тоже родители говорят, что ты там показывал, что ты такое сделал, да я говорю, вот, вот, подай сюда, посмеялся народ, ну, человек мем, как мне говорят, у меня инстаграм туда вообще прям, ха-ха-ха-ха, там, смотрю, уже пятый час, все, ой, смеюсь, не могу, уже, слезы, я посмотрел тоже, посмеялся, и все. Я так, ну, инстаграм, контакты, все больше так, ну, ютуб смотрю, ну, а что прям, вот, прям, как тикток, вот это вот, я не любитель, могу так что-нибудь посмотреть быстренько, так, полайкать, посмотреть, кто, как, чё, где, чё, куда, и все. Ну, я больше смотрю, наверное, Counter-Strike, вот эта вот игра есть, CS GO, короче, CS GO, вся вот это, что было дальше, ну, такие российские такие программы больше люблю, ну, или так, что-нибудь там, рекомендации какие-нибудь, или там, которые там, а, вот, Vilsa.com, там, вот, про iPhone, там, чё, всегда по-разному, то это, то это, то это, то это, я не знаю, чё понравится. Ну, купил машину, купил квартиру родителям, и коплю сейчас квартиру в Москве, всё. Какая у тебя была самая такая трата, знаешь, спонтанная, спонтанная и, возможно, ну, что бесполезная, но для души? Я хотел себе кроссовки, ой, кроссовки, говорю, ну, да, как не кроссовки, кеды, кеды Dolce & Gabbana, я их давно хотел, когда ещё в Уфе был, я прям хотел их и купил. Ну, считаю, я их купил, одел раз в 10, наверное, за два года, за год, типа, мог не покупать. Ну, хотел, как раньше, поэтому, типа, купил. Да, это самая, наверное, неприятная тема со мной. Ну, я просто, я когда был в Уфе, в дубле, да, в Уфе, я, получается, у меня рост был, я не помню, может, сейчас совру где-то, не помню, 85, что-то такое, метр 90. И у меня вес был 83. И потом как раз я прошёл в Уфа в основу и начал у нас там тренажёрки делать, а мы в дубле вообще, ну, типа, наджался, что-нибудь планки поделал, всё, а в основе прям начали. И как раз я на сбор съездил, и у меня вес просто… и всё, и с этого времени у меня так вот, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Ну, сейчас, как бы, пытаюсь себя контролировать, потому что, типа, сам ты понимаешь, когда ты играешь, и у тебя, например, там плюс 2 килограмма, они ощущаются, а когда есть килограмм, то нет. Ну, я просто по своему организму говорю, и у меня организм такой, я могу сейчас вот просто выпить воды, у меня будет плюс килограмм. Ну, типа, ты тренеру говоришь, ну, он понимает то, что может быть, но ему уже нужны цифры, которые у тебя должны быть, и ты это сам понимаешь. И сейчас со временем, типа, контролирую, вот там, плюс-минус килограмм, полтора максимум. И вот так, нормально всё сейчас, сейчас нормально. Мамин, борщ с папиной. Вообще, по барабану, я бы ел, ну, серьёзно, прям. Не знаю, я вот где-нибудь не был, все борщи ел, которые вот, там, где мы, там, и в Испании, и где, где только не давали у нас, там, готовят-то наши, потому что мы с поварами, у нас там, в Сысковск ездят, мол, мамин с папой борща-то сам, когда ещё горчички, ой, сметанки, укропчик, ой, блин, вот это прям вот кушать захотелось, да? Да, только что ужинали, а кушать захотелось. Это да. Было время, когда я читал книги, не так, как вот, там, слышу, которые, там, вообще, книг пять за месяц читаю. Не, я не такой. Читал книги две, наверное, за месяц, и сейчас вообще перестал, ну, как-то лучше фильм посмотреть. Для меня это такое. Может быть, неправильно, я согласен, что надо читать, как-то развиваться, потому что, когда вот даже интервью даёшь, слушаешь себя со стороны, там, вообще пипец. И что ты сказал, вообще ничего не понятно. И, типа, надо читать. Ну, так, пока никак-то желаний прям такого нету. На сборы вот, на сборы ездил, брал книжку, прочитал, там, про этого Конора Макгрегора, у него книжка, там, «Бой без правил» интересная, там, про карьеру прочитал, типа, как вот, как вообще он, откуда начал, откуда закончил, и что вообще, как он занимался, ну, работал над собой, чего он там, у него какие-то тренера были. Интересно, но лучше бы фильм посмотрел бы всё, два часа, а так, считай, недели три, наверное, читал её. В жизни меня разлить вообще, ну, наверное, пробки в Москве могут разозлить, а вообще, это прям очень катастрофа такая, особенно это МКАД. МКАД и, естественно, Можайку, это самое вообще прям, светофоры, которые по две минуты ждёшь, и там проезд 10 секунд, ты думаешь, е-па, на мать, ты там, ну, 20 тысяч на этой светофоре, а так разозлить в жизни меня, ну, не очень сложно, и вообще невозможно, я типа, спокойно очень. Да нет, такого нет, ну, вот есть вот пауки, пауков как-то так, недолюблю, а так как-то ворван. Ну, конечно, сейчас анакон тут проползёт, я прям, а-а-а-а-а, что убегу-то первый же, и мы с вами месть убежим, а так, что, ну, нет. Не, у меня есть друг такой, который вообще, он как, я не знаю, искатель какой-то, что ли, он идёт там 500 рублей, там идёт 1000 рублей, там идёт полторы тысячи, ну, ты такой, Аркаш, как ты так делаешь? Я говорю, я иду, кажется, за ним или впереди, я не вижу, а он просто говорит, о, 500 рублей, я такой, о, здрасте. Вот у него есть такая фигня, а вот, типа, не, у меня нет, наверное, что-то так, чтобы повезло когда-то, ну, да, когда мне повезло-то, да нет, так, чтобы прямо вот, прямо запомнилось, пока не везло так. Ну, может, повезло вот то, что, нет, нет, тоже не повезло это, мы сами выиграли.